Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем проходить Dragon Age, ну и начнём мы, наверное, с того, что возьмём вот отсюда ништячки. Целебные припарки и грибы. Хорошо. Всегда об этом мечтал. Кто у нас тут? Что у нас тут? Преподобная мать. Добрый день, сестра Лилиана. Не думала, что ты ещё в лотеринге? И я рада вас видеть, ваше преподобие. Твой спутник мне не знаком. Том, привет вам. Не желаешь ли пожертвовать что-нибудь церкви? Мы никогда ещё так отчаянно не нуждались в помощи. Десятину церкви? Ты что, шутишь? Малая толика твоего богатства насытит и обогреет множество страждущих. Впрочем, делай то, что велит тебе сердце. Итак, что я могу для тебя сделать? Я хочу поговорить о стене Кунари, которого ты заперла в клетке. Может, было бы милосердней сразу его казнить, но пусть его участь будет в руках Создателя. Зачем он тебе нужен? Что он совершил? Вырезал целую ферму. Один только малыш и сумел уцелеть. Вовремя спрятался. Малыш рассказал, что его отец нашёл этого Кунари тяжелораненым и прилетил его под своим кровом. За доброту мерзавец отплатил убийством. Когда его обнаружили люди Банна, он так и стоял посреди окровавленных трупов и не стал сопротивляться. Ты уверена, что это его рук дело? Он охотно признался в своём злодеянии, но так и не назвал его причины. Даже закалённые в боях рыцари, которые брали его под стражу, были потрясены такой резнёй. С виду этот Кунари покорен и смирен, но пусть тебя это не обманывает. Он опасен. Я хочу, чтобы его освободили, он может мне пригодится. Тогда и мы с тобой станем убийцами его следующих жертв. Думаю, тебе лучше изменить своё решение и немедленно. Угрожаем священникам? Мило, мило. Понимаю. Стало быть, ты на стороне этого Кунари. Так тому и быть. Возьми ключ от его клетки и убирайся с глаз моих. И пускай тебя судят люди Тейрна. Какая-то она не очень смиренная. Мне нравится наше каменное выражение лица при этом. Ой, а в неё и украсть ничего. Ну да и ладно. О, тут, кстати, есть книги. Молит о помощи пророчицу, которую сами сожгли, и бога, который от них дважды отвернулся. Что там, а тут всякого нашли? Лилиана, кстати, да, церковница, но вполне себе не против кого-нибудь обчистить. Бронзовый символ Ордаста. А это тебе мы и подарим. Вот так вот мы, как бы, такие хоп, получили эту штуку. И держит. Сама украла, сама порадовалась. Как это мило с твоей стороны. Большое любит спасибо. Легко. Мешочек с прахом. А, последняя воля извещания Ригби. Нет, не то. Запертый сундук. Ну ладно. Окей. Тогда мы с вами отправляемся обратно. Только я хочу всё-таки своим персонажем управлять. У нас тут что-нибудь ещё есть, добрые храмовники? Кажется, ничего, но мы с вами зато освободили... Ну, освободим сейчас вот того чувака. А всему виной вежливость. Вежливость. Вежливость, друзья мои. Надо быть вежливыми с людьми, и они к тебе потянутся. Мы с тёточкой мило поговорили, вежливо ей намекнули на то, что... Слышала ты, дочь Флимит? Ведьмы из дебри Каркари. А я слышала, что ты мыла ноги зимой и простудила мозги. Но мы ведь все знаем, что это неправда. Но иногда слухи не врут. И в этом они правы. Знаешь историю о... Конечно. Думаешь, мать отпустила бы меня прежде, чем рассказала всё о своей молодости? Моя мать тоже много рассказывала. Это она привила мне любовь к старинным сказкам и легендам. Пссс. От сказок моей матери у меня кровь в жилах стыла. И кошмары снились. Какой девочке захочется слушать о том, как её мать приводит к себе на ложе мужчин-дикарей, использует, пока выдерживают, и убивает? Тем более девочке не захочется слушать, что и она будет так же поступать, когда вырастет. Я... Ясно? Нет, не ясно. Ничего тебе не ясно. Я так думаю, что вот этот чувак, он может изготавливать камканы. Ну, это логика игры. Я начинаю потихоньку вникать, можно сказать. Значит, вот так это делается. Я пойду за тобой в бой. Так я обрету искупление. А если ты меня разозлишь, и я решу тебе... Да нет. Ха. Я... Да, пожалуй, это мысль. Может, пойдём? Не хочу здесь задерживаться. Окей, дядь. Я так понимаю, что чтобы тебя снарядить, нам надо немножко сейчас поменять пати. Да. Так, Стэн. Кстати, он с нас сможет снять часть вещей. Оф. Да. Но он одет не очень. Видимо, это тот самый боец-двуручник, о котором вы как раз-таки тоже писали. О, у Пёсуса что? Рык, жуткий вой. Боевая подготовка и кромсание. Заклятый враг. Фу. Бонусы к здоровью и восстановлению здоровья. И бросок. Мощный Пёсус. А Стэн. Запугивание, провокация и двуручное оружие. Да. Ну, хорошо. Давай мы тебя чем-нибудь снарядим. Нам бы посмотреть на твои характеристики только. Сила 28. На самом деле у нас такая же примерно. Фигайся. О, хорошо. О, хорошо, так хорошо. Давай тебя... Шмотки. Шмотки, шмотки, шмотки. Ну, не гоже, что он будет в сраной рубахе ходить. Так. Кольчужные ботинки. Стальные. Так. Какие-то перчатки какие есть. Ты уж извини, друг. А какой-нибудь двуручный меч есть? Длинный меч, основная рука. Ээээ, дядь, двуручных мечей особо нет. Хотя... Ха. Кажется, он его как двуручник собрался юзать. Ну, наверное, все равно, пока мы его, это, рокернем в запас, просто получается он у нас... Как носитель этих... Носитель шмоток. А, и я не посмотрел на его навыки. А навыки, к сожалению, мы видим только тех, кто у нас в активной патьке. Ну, вот прям даю руку на отсечение, что он с ловушками дружит. Еще раз. Не дружат. О, а, это я. Хе-хе-хе. Хорошо. Опа. И он не дружит. А, плохо. Но если все мы получим уровень, я так думаю, что мы сможем что-то с этим сделать. Ваша дать. Поэтому верни нам девчулю. И, видимо, в городе мы все, что могли, сделали, но остался еще вот этот квест с ловушками. А здесь мы вошли, вот там прохода никакого не было. То есть, дальше, я так полагаю, отправляемся с вами в леса искать тех самых разбойников. Опа. Беженцы. А чего тут собрались беженцы? Непонятно. Так, сундук. Дай я попробую. Легко. Давай. Давай, девчуль. Как же хорошо, что ты. Все это по твоей части. У вас тут что за сборщик-то? Тут болтает, будто ты серый страж. Я не знаю, вправду ли вы убили короля Кайлона. И прости меня, создатель, мне все равно. Но награда за твою голову может прокормить целую арабу голодных ртов. Бей! Пораним! Хе-хе-хе. Ребятки сразу приходят к делу. Это, конечно, приятно. Но они сраные беженцы. Давайте сразу вот это заюза. Ого. Что-то их много. Так, надо бы следить за тем, что происходит. А припарку типа надо нам... А, он не активирует это по первой цели. Хорошо, удар с щитом. Ну, что ж, цель достигнута, бьют нас. Это здорово в целом. Хотя вот Лилиану бьют. Она при этом не отступает. Стой. Стой, девчуль. Давай-ка я тебе тоже какую-нибудь малую целебную припарочку на панель вынесу. Ну, заюзай ее. Да. Так. О, а мы с вами можем вот эту штуку заюзать. О! О, смотрите-ка, держим агро. А, правда, пока у нас брони такой крутой нет. Ну, что ж, я всегда рад порезать человеческую черту. Это вообще дело такое благородное. Ну, ребят, вы скажите мне потом, прокормили вы семьи или нет? Просто есть некие сомнения в том, что семьи вы покормили. И вот эту штуку я таки отключил, вы это предлагали сделать, у нас зато освободилось как раз-таки на провокацию чуть-чуть стамины. Считаю это удачным вообще решением, потому что, ну, всех вот этих крестьян, если бы мы их на себе не держали, возможно, нашей патики бы досталось. Там еще какие-то чуваки, причем в чистом поле стоят. Ага. А кто-нибудь у нас будет стрелять? Так, и сразу провокацию. Ого. Первый готов. Так. Ай-яй-яй, пора бы... Ха. Фулдаун у них, к счастью, действительно небольшой. Фу. Успеем? Успеем. Успели. Лилян, у тебя как там дела? Ой, смотрите-ка, это зараза хочет ураться. Ого. Так. Ну, все, наверное, вот теперь мы до них можем добраться. Ну-ка. Ну-ка. О. Это вот были те самые разбойники, о которых нам говорили, которые типа тут в лесу живут. Ну, ни разу не Робин Гуды. Блин, ненавижу, когда вот так враги бегают. Но, к счастью, они в какой-то момент приходят в себя и сменяют гнев на милость, можно сказать. Все. Все. Что-нибудь у вас полутать можно, ребят? Только один разбойник. Ну, может, какой-нибудь ухо мы с него снимем. Два серебряных монетки. То есть, в общем-то, жизнь вот этого разбойника, она ценой была примерно в полторы склянки. Так-с. Ну, тогда соберем все, что можно, раз мы теперь... Что? Где? А, вот еще. Лиляна. Да. Постараюсь быть милосердной. На тебя. Черт, я белку отключил. Я не это хотел сделать. Хотя бы небольшую передышку. Ну, ладно, разберемся с ними. Оф. О! Ха! Как неплохо, Морриган замораживает, а? На! А вот псину не тронь. Сволочь, псину не тронь. Так, и вот на этого чувака мы сейчас щитовой удар с разбегу прям за юзом. Я думаю, будет эффектно. На! Если ты так настаиваешь... Ха! Наемник-лучник очень даже нормально так дерется в ближнем бою. Вот это всегда обидно. Потому что в остальных играх, как правило, если ты до лучника добрался, то ты его прибил. Но Лиляну в этот раз, тем временем, задание обнявлено. Раз, два. Причем они так тын-тын. Ну, допустим, двоих прибили. О, целебная припарочка. Причем не маленькая в этот раз, а нормальная. И замороженная молния. Мы что, ее из, типа, рук сможем выпускать? А, вообще, местность смотрится очень, знаете, такой искусной. Потому что вот эти горы, которые как бы ограничивают нас... Ну, в общем, странновато смотрится. Но, кажется, вот третья группа бандитов, о которых нам говорили. И мы, возможно, сможем с ними на своих условиях встретиться. А, пауки. Йок-макарек. Плохо быть в паутине, а? Она пройдет сегодня? Давайте-ка сделаем крик. Ну, чтобы пауки больше никого не кромсали. И, допустим, хотя бы вот этого свалим. Пауки жестокие. Пауки жестокие. Ну, вот так хотя бы за спиной у нас никого нет. Песус. Песус. Песус, отходи. Давайте-ка сделаем вот так. И Песус побежал, а остальные, я думаю, разберутся. Если что, Песус может добежать прямо до города. Ну, а остальные там, я вижу, справляются. А? 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 Интересно, а у него целебная припарка как бы работает на нем? Ну что, все равно он за нами бежит? Все равно он бежит за нами. И при этом охранники города никак не реагируют. То есть, простым крестьянам... Ладно, а мы можем ему целебную припарку заюзать? Можем. Хорошо. Тогда давай к остальным побежим. Да уж. О! А вот и остальные, кстати. Хорошо. Переключаемся обратно на нашего персонажа. Там удар с щитом. На. Ну и вот это вот, чтобы держать агроб все-таки. Фу. Мне нравятся люди этого города. В общем-то, помощники из них те еще. То есть, все просто глядели, смотрели на то, как за нами бежит огромный паук. Точнее, за псом. И такие, ну, пес не наш. И как бы, дело-то не наше. Мы крестьяне простые. Мы стражники. Защищаем от бандитов. Только от бандитов мы защищаем плохо, но все-таки хоть как-то. Да. Да. Но зато мы с вами, кажется, получаем ингредиенты для того самого яда, который нам надо изготовить чуваку, чтобы помочь ему с его капканами. Так и быть. Поможем. А, интересно, пещеру мы сможем войти? А-а-а. Ну, вот она пещера. Черт. Я почему-то думал, что здесь будет какой-нибудь нубский донжон. Ну, как всегда, это подземелье для начинающих какой-нибудь. Прикольно же. Увы, ах. Ну, дебафов на нас никаких нет, и мы можем с вами, ну, с чистой совестью собирать травку. Вообще, конечно, мне бы уже хотелось получить уровень, потому что если мы с вами набьем достаточно экспы, то как раз вот тот дикий наш двуручный чувак сможет изучить изготовление ловушек. Мы с этим городом, если и распрощаемся, то уже вот... Так, а Морикон, кстати, у тебя же есть что? Ледяная хватка, вытягивание жизни, потеря ориентации, порча уязвимости. О! Ледяное оружие. А ты можешь... Оно на всех, что ли, нас? Дистанция союзника. Ну, давай. Ого. Девчонки, давай начинай. Готово. Во, у нас ледяное оружие. Так, и вот так вот мы... Оп. Во, будем гадов морозник. Давай, господи! А у нас тем временем закончились маленькие припарки вообще. Уф, колич чудо. Спасибо вам. Хорошо. О. Да. Мы, конечно, держимся. Во многом благодаря чуду. Ха-ха. Ладно. Но держимся. Оф. Я так смотрю на нас тоже, эту порчу уязвимости. А, не разбивающие выстрелы. Ну ладно, вот сейчас мы уже должны держаться. На тебя. Фу. Но мы танчили. Смогли. Девчонки, а давайте вы займётесь вот этим чуваком, а? Потому что вот этого я уже на себя взял. Ага. Ну что, друг? Последний ты из разбойников. Последний. Фу. Да, целебных припарочек надо будет изготовить ещё, видимо. Да, 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 да. Давай. Длинный меч. О, а вот длинный меч как раз пойдёт вот тому нашему варварский шлем из железа. И это тоже пойдёт ему. Ну, надо же его во что-то одеть. А чем вот тут разбойники богаты? Я так смотрю, они чем богаты, тем и рады. Хотя бы целебная припарочка. Ой. И предводитель. Сталь, сталь. Во, большой меч. Ништяк. Так. Сейчас ещё вот это соберём. Кстати, Морриган. Раз уж зашла речь. Сделай-ка нам... А, давайте сначала яд изготовим. Блин. Неудобно. Приходится по каждому переключаться. Яду нам три надо, да? Раз. Два. Три. Яды, кажется, есть. А теперь. Морриган. Да. Не вздыхай так. Малая целебная... Малая аптечка, зелья лилиума, хрустилка для мавари. Ну, нет. Десяточек. Вот так вот. Вот так вот. Красотуля. А теперь посмотрим, что из этого мы вообще можем реалистично носить. Девчат, ты шлем. Например, вот этот. Хочешь? Хочешь. Далее. О, 22 силы. Смотрите. Тяжелые кольчужные перчатки. Получше наших будут. О! Хорошо. Тяжелые кольчужные ботинки. 10% шанса вернуться от атаки. Но все-таки это слишком имба. О, а вот тяжелая кольчуга на нас будет сидеть очень даже. Обалдеть. Прокачали защиту. Броня и защиты еще дофига. Ну, и теперь нам можно включить... А сколько нам до этого? 38 силы. Ну, еще какое-то время. Давайте вернем нашего товарища вот этого. Извини, Лилиана. Проклятие. Ну, что поделаешь. Так, и Стэн. Тебе. Как насчет тогда кольчугу взять серостражную? О! И варварский шлем. О! О! И меч мы тебя нашли еще. А длинный меч? О! О! Совсем другое дело, а? Смотрите на него. Красавчик. Ну, и тогда мы тебе что-нибудь дадим. Ммм. Оборона. Это урон. Сточусь к магии духу. Сточусь к холоду. Восстановление выносливости в бою. Силе воли. Ну, так и быть. На тебе. Ну, вот. Зато немножко еще и инвентарь с вами мы разгрузили. Так, ну, все-таки я... А, ладно. Давайте вот такой командой пока пройдемся. Вдруг, во-первых, какие-нибудь разговорчики будут. Ну, а во-вторых, нам что? Вернуться в город? Сдать квесты? Получается, мы в этом эпизоде с... Ну, вот со всей этой частью локации как бы и разобрались. Единственное, вот здесь еще пройдем. Чтобы посмотреть, какую травушку можно собрать. Ой, альфийский корень. Еще малые припарки будут. Но теперь у нас с вами и... Ага. И брони поболее. И вообще, ну, дела как бы получше обстоят. Ну, и плюс местные крестьяне поняли, что я тоже шутить не буду. Чуть что... В общем-то, будет дофига трупов. И не надо со мной вот этого вот... Серый Страж, за тебя награда. Ну, получили вы награду, ребят. Удачи вам. Тяжелый доспех. Спасибо. Так. А что на повестке дня? На повестке дня вернуться вот к этому чуваку. Во-первых, я так думаю, что уровень-то мы в любом получим. Тут уже, это... Гадалки не ходи. Дядь. Ща, один момент. Оп. Дядь. Благословенный хранитель мира. Защитники справедливости. Ага. И все. Но есть новое задание. Когда нападают медведи? От имени фермера Теда и его покойного сына пишу я с ее послания. Именем создателей я призываю всех, кто умеет обращаться с оружием и доспехами, бросить вызов опасностям северного леса и отыскать семейство медведей, которые покалечили и убили мальчика Эннета. Сие твари, суть чудовища, оскорняющие взор создателей и гибели, их принесет великий покой с северным фермам. А также утешение семье Теда. Как проповедник Лоттеринга я обязуюсь уплатить один золотой всякому, кто волей создателей исполнит дело сию. А, ну это я могу. Будьте осторожны и доосенит света во всех нас. Принять. Последний подарок. Спасибо всем местным жителям, кто в эти мрачные времена открыл для беженцев свои амбары и огороды. В церкви постоянно звучат благодарные слова на наших прихожан, и ваши добротетельные деяния восхваляются во многих молитвах. Вот меня всегда, кстати, это поражало. Смотрите, я такое говорю, пацаны, давайте совершим благое дело. Я начинаю собирать у вас деньги, чтобы отдать их на благотворительность. А, и все такие, какой ты молодец, чувак. Какой ты молодец. Ну, то есть, да, я понимаю, что это тоже какие-то трудозатраты, но все же. То есть в данном случае церковь такая... У них есть, смотрите, здание церкви, у них там есть всякие витражи, священные символы, которые можно продать. Не, типа, вы откройте амбары, там, помогите саби. А нам еще молитву возносите. Увы, в деревне есть осиротевший мальчик, чья мать-хозяйка царха пропала. Поскольку к тому времени, когда пишутся сии слова, миновала почти неделя после ее исчезновения, царху полагают мертвой, да благословит создатель ее небесный путь. Была она женщиной средних лет, рыжеволоса, и любила носить зеленый плащ. Если путник, либо местный житель, наткнется на нее в лесах, пусть вернет ее тело или же вещи, которые сыщутся на бренных ее останках. В грядущие годы мальчик будет с благодарностью взирать на сии прощальные подарки, которые напомнят ему об отважной его матери. Дом проповедника возместит сии добрые хлопоты с суммой в пятьдесят серебриков. Да вас зрит на вас всех создатель. Точнее, на нас всех. Ну, приняли. Окей, пусть воззрит на нас всех создателей. А мы сейчас пойдем и воззрим на ту награду, которую нам дадут за то, что мы дядьке яд достали. Кстати, по-моему, на девятом уровне мы следующий скиллпойн получим. Это я к тому, что ловушки-то нам, наверное, не светят. Клиент. Мне не нужны неприятности. Пожалуйста, не трогай меня. Ну что, удалось тебе сделать яд? Или хочешь порыться в моих запасах? Я принес то, что ты просил. Отлично. Если эти бестии сунутся на мою землю, то получат недурной урок. Здесь достаточно золота, чтобы покрыть твои расходы и сверх того. Жутко. Да, я бы предпочел, чтобы там было достаточно опыта. Давайте... Ну и ладно, пошли. Пошли, пошли. Ну что ж, с теткой мы без навыка ловушек особо говорить не можем. А вот... Извини, брат. Кстати, Песуса же мы можем, если что, испать, конечно, попросить. Но, черт возьми, это Песус. Он уже сколько раз нашу шкуру спас. За сегодня только. В общем, нет. Песус пока членус. Хотя... Песус... О! О! Это что-то новое. И это что-то новое. А, это типа мы взяли квест. И вот они, здрасте. Хорошо. Ну, конечно, я с таким не сталкивался пока, что, кажется, в играх. Но когда ты зачистил локацию, они на той же локации сделали еще квестов со спавнищимися монстрами. Ну ладно, может, сталкивался, но давненько не было. А, Лилиан, родная, давай. А у тебя стрелы же активы? А, она все стрелы потратила уже. Ну, жалко. Жалко таким раком стрелы тратить. Ну, ты включи, наверное, быструю стрельбу. Нет? А... Или... Сковывающий выстрел. Грязная борьба. Но это не то все. Разбивающий выстрел. Вот так вот. Чпоник. Ну? Отлично. Тихо-тихо-тихо, пес. Пес, 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 куда ты? Куда ты, пес, такую? Ох. Вот, вот. Пес решил помочь, а в итоге помешал только. Ой-ой-ой. Су достается. Песа надо спасать. Тихо-тихо-тихо. Давай припарку юзай. А в бою... В бою мы пати не можем поменять. Угу. Так. Мы припарку. Пес припарку. И ждем, когда у нас отлипнет крик снова. А, во-во-во-во. Волк почти дохлый. Нафиг атаковать целых волков? Стоп. Агро. О. Да, сняли. Сняли с песуса агро. Это нам воздастся. Фу. Нормально так. Да уж. А, вон там труп. А, то есть это не медведи явно. Я еще вот подумал, а что это так писали про медведей, а тут волки. Ну, просто мы только что здесь пробегали, да? И этого трупа не было. Поэтому вот вся эта история смотрится немножко так, ну... Сшито белыми нитками. Так. Ну, шо ж. Рыжеволоса. Ты нашел тело матери мальчика и взял кое-что на память. Причем, судя по тому, что мы ее стригли там, где-то под юбкой, на память мы взяли не то, что мальчику захочется получить в качестве мементу некого. Медведи. А, вот так вот. То есть нам даже далеко ходить не надо. Хорошо. Таки песус опробован. Он прикольный. Ну, давайте попробуем Стэна. Каков он? Тем более, у Стэна довольно-таки крепкая бронька, но если вдруг он... Если вдруг кто-то будет атаковать нас, а не его, то он должен продержаться подольше. Песня доблести, Барт. Ммм. Отряд получает бонус восстановления маны и выносливость пропорциональной хитрости. А-а. Песня бодрости хочу. Разбивающий выстрел. Давай, девчонки. Я готов. Пуль. Давайте щитом двинем. Ого. А наш двуручный чувак-то урон наносит. Ай-яй-яй. Офигеть. Стэн. Стэн хорош. Да, это бодрее. Ха. А я так смотрю, что шкала опыта у всех индивидуальна, да? Вот ведь. Ну, а я надеюсь, что тех, кто в запасе, они хотя бы его получают. Жеш. Вы получили право на выбор специализации подкласса в рамках класса, предполагающий набор специфических умений и преимуществ. Каждый персонаж может выбирать до двух специализаций, при этом первая специализация станет доступна на седьмом уровне, а вторая на четырнадцатом. Но сначала вам надо найти наставника. А-а, здорово. Наставника. То есть. А, вот. Но надо найти наставника. Ха, храмовник. Ммм. Ну да ладно. Сила. Тридцать один. Далее. Что нам нужно сейчас? Это мы не можем взять ничего. Укрытие щитом. Или толчок щитом. Персонаж завершает атаку двумя ударами щита, каждый удар наносит обычный урон. О, тоже хорошо. А здесь щит воина увеличивает шанс отразить летящие снаряды. Кстати, тоже тема. Или глухая оборона. Когда активная способность щит персонажа становится крепостью, добавляя значительный бонус к броне и к вероятности отбить дальнобойную атаку, но за счет ухудшения защиты. А-а. Хорошо. Ну, наверное, толчок щитом пока возьмем. Фу. Окей. Ну, я так думаю, что когда мы с вами поговорим со всеми в городе, ну, точнее, не со всеми, а мы сейчас, получается, пойдем проповеднику сдадим эти пару квестов, то мы, ну, остальным тоже уровень получим в теории. Я очень на это рассчитываю. Ну, и дальше сможем двигаться. О, вот он, толчок щитом. Оружие щит. Ммм. 36. Ну, тоже прикольно. В бою больше... Я и сама это отлично знаю. Но ты всегда одеваешься в такое тряпье. Оно тебе, пожалуй, идет. Дыра тут, прореха там, чтобы кожу было видно. Я понимаю. Надеюсь, ты понимаешь, что я жила в лесу. Может, когда-нибудь мы добудем тебе красивое платье? Шелк. Нет, пожалуй, бархат. Бархат тяжелее, он лучше защитит от фирилденских холодов. Темно-красный бархат. Да, и золотая вышивка. Конечно, с глубоким декольте. Мы же не станем скрывать твоих достоинств. Перестань пялиться на моей груди. Это меня ужасно смущает. Тебе так не кажется? С глубоким декольте нужно будет еще подобрать волосы, чтобы открыть эту дивную шейку. Ты с ума сошла? Я скорее позволю Алистеру одевать меня. Будет прелестно, обещаю. А еще нужны будут туфли. О, туфли. Надо будет вместе пройтись по лавкам. Лилиана странная. У меня других слов нет. Странная. Благословенный хранитель мира, защитники справедливости. И остановились на небе звезды, замерли ветры, и все живые твари на земле и в воздухе затаили дыхание. Все хранило безмолвие, предаваясь молитвам и благодарностям. Ага. Это нам оба задания засчитали? Кажется, да. Да позаботиться всякий. Окей. Больше доступных заданий нет. То есть мы, видимо, с вами можем плавно двигать к выходу. Я больше ничего не вижу. А Алисон от нас хочет ловушку, но пока мы никто не можем. Можем еще в церковь попробовать наставника найти, не? Такое нам надо. Хотя нам там не рады почему-то. Кунари? Тебя выпустили из клетки? В точку. Я оспорил бы это решение, но сейчас у меня есть куда более неотложные дела. Но ты запомни, тварь, первый твой неверный шаг станет и последним. Кунари не совершают неверных шагов. Хм. Я так понимаю, это твоих рук дело. Насчет тех бандитов, которые засели за деревней. Дыхание создателя. Сколько же еще нам придется их разгонять? Мм. Они вас больше не побеспокоят. Хотя... Они ограбили меня, я требую возмещения убытков. Но здесь ты его вряд ли получишь. У нас едва хватает сил поддерживать порядок в самой деревне. Что уж там говорить о тракте. Впрочем, я попытаюсь еще раз их прогнать. Сэр Варал, бандиты опять вернулись. Возьми несколько солдат и прогони их. И на сей раз постарайся схватить главаря шайки. Слушаюсь, сэр Брайт. Хе-хе-хе. Навели движ. А теперь, если тебе больше ничего не нужно... Мне надо идти. Безопасны тебе дороги. И да хранит тебя создатель. Так. А, это просто беженка. Давайте, раз все признают, что чувак у нас в отряде и живой. Покажем его бабки. Она, думаю, будет рада. Как ты смел привезти сюда этого кунари? Вон отсюда! Вон! Чувствую, что здесь я нежеланный гость. В чем дело? Возмутительно. Сейчас же уходи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Мне кажется, она нас не ценит. Мы тут с Мором боремся, а тетка... А тетка, эх. Не, ну правда, цветочки постригите, продайте там. Сколько у вас тут сокровищ? Ну ладно. Тем временем, у нас должна же с вами была повыситься сила, но пока у нас силы не так и много, да? Ну-ка. Тридцать два. То есть еще два уровня. Это будет девятый. Она станет... А... Тридцать восемь. Мы сможем надеть доспех. Но при этом к тому моменту нам надо с вами будет двадцать ловкости на вот эту вот счетовую подготовку на девятом уровне. Эх. А ловкости у нас шестнадцать, да? Семнадцать. Ну то есть целый уровень ловкости нам надо будет вкачать в какой-то момент. Ну, несколько уровней в общем у нас уйдет на то, чтобы получить наконец-то доступ к броне. Я вот к чему. Ты была в церкви. Ты священница? Нет, нет. В церкви я была послушницей. И это? Я жила и служила в церкви, но не приносила никаких обетов. Выходит, ты только развлекалась священством? О, нет. У послушниц совсем не такие обязанности, как у священниц. Значит, ты не исполняла обязанности священниц, не принимала их обетов, а просто жила вместе с ними? Да. И в церкви ты была вроде пансионерки? Эм, вроде того. Я надеялся, что он скажет что-то типа ништяк. Хорошо, мы с вами подошли к выходу из деревни, но, наверное, все остальное уже в следующий раз. Всему спасибо Миша Лебедева, Андрею Фиолетову, Евгению Глебу до Хармса. Просто я до Антона Цару Глеба, Сахарова Юджина Вольна, Алексею Смирнову, Сергею Кайну, брата Мадзо Дарьи, Кравчук Вайт, Рэббит Уроки Бальбоа, Кирилла Алехина и Илоня. За то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо, что вместе со мной проходите игру. Ну, а мы с вами увидимся в следующем эпизоде. У меня на этом все. Удачи, счастливо. Пока-пока. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok